Так, ну что, давайте продолжим наше мнение. Напомните, где мы с вами остановились. Вальтер Скотт. Вы даже уже заранее помните, что там за тема такая должна быть, да? А тема у нас такая. Мы говорим в историческом романе Вальтера Скотта и о том, как он был придуман и как этот жанр в дальнейшем будет завоевывать литературное пространство, литературную арену, как хотите, в Западной Европе. Значит, Вальтер Скотт пришел к этому открытию, я не знаю даже как. Тут проследить тип его мышления, путь трудновато будет. Здесь, наверное, нужен такой узкий специалист, который бы занимался только бы идеей Вальтера Скотта. И есть такие специалисты, есть книги по этому поводу. Я вам расскажу в общих чертах, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну вот, что за открытие принципиальное сделал Вальтер Скотт. Истории интересовались всегда. Заметим, что даже песня Роланде написана, в общем-то, много веков спустя после самого исторического события, случившегося в Рансильванском ущелье, когда погиб арьергард Карла Великого под предводительством некого Роланда. Это исторический факт, описанный, например, у историка Мишле в его истории Средневековья, описанный у хроникеров самого Карла Великого. И, в общем-то, с этим не поспоришь. Вот так оно и есть, и так оно, скорее всего, и было. Известно, что песня Роландии, и мы говорили с вами, это серьезная интерпретация исторического события с точки зрения улучшения ситуации. Это, если хотите, такой коллективный комплекс вины западноевропейских рыцарей перед тем, что они, в общем-то, были абсолютно бессильны в сравнении с мавританским нашествием. И когда ты не можешь победить врага на поле боя, ты побеждаешь его на поле литературном. Литература, как вторая реальность, позволяет выдумать все, что хочешь, и сделать героя там, где героя не было. И переиграть, переиначить, переставить акценты в ту пользу, в какую ты хочешь. Это мы видели, это мы знаем, и ради Бога. Это один из опытов, скажем так, проникновения в прошлое. Вот песня Роландии. Что еще является таким ярким опытом проникновения в прошлое? Ну вот возьмем, например, въезд у Корнеля Сид. Это же тоже уход в какое-то средневековье, тоже связанный с Испанией, как и песня Роландии, но только уже на другой основе, на основе поэтики классицизма. И тоже, в общем-то, мы понимаем, что это не история, мы говорили о Сиде в прошлом семестре, а это, как сейчас принято говорить, симулякор истории. Это попытка переделать историю с точки зрения интерпретации классицизма. Как пишет известный теоретик Успенский, история представляет из себя определенный текст прошлого, который, настоящее, пишет Успенский, переписывает по законам своих норм. Вот нет объективной истории, вот когда историческая наука самая необъективная, потому что у нас, ну знаете, как про Россию сказал Черчилль, Россия это история, то есть Россия это страна с непредсказуемым прошлым. Потому что прошлое у нас интерпретируется как хотите, то мы все за Красных, то мы все за актера Хабенского, который сыграл Адмирал, ну как мог, так и сыграл. Не очень мог, ну и Адмирал, в общем-то, на многое не претендует, да? Вот, как мог, так сыграл, как ему сказали, так и сыграл. Как сейчас говорить, цена вопроса. Сколько заплатили, настолько сыграл. Ну, если даже, если бы мы больше заплатили, он на больше бы не сыграл. Но, думаю, не отказался. Так вот, от денег, я имею в виду. Вот теперь мы знаем, что не Ленин спасал Россию, ну уж тем более не Сталин, а Адмирал Колчак, которого расстреляли. Вот теперь у нас. А если бы не расстреляли, то все было бы хорошо. И, как сказал Райкин, у нас бы вместо голубей этих дурных на заборах только куры и утки сидели бы, да? Вот. Победи тогда Адмирал Колчак. Ну, вы поняли все, все это понятно. В общем-то, дело простое, цена вопроса. Я просто иногда думаю, а почему не генерал Юденч, он ближе был к Петербургу. Ну, к Колчаку надо было аж из Сибири тащиться. А этот Юденч, он тут, 10 километров от Петербурга. Ну, просто вот так бросали карты, видно, в каком-то ночном клубе. И решили, что лучше Колчак, чем Юденч. А может, просто вопрос того, что они абсолютно и не учи, и не знают, что это такое. Правда, Колчак был еще ученый, яблок моченый. Он там, это самое, путешественник был. Он там что-то наоткрывал. Ну, а почему не Вранбель тогда? Он тоже был ученый, яблок моченый. Ну, это все опять-таки вопрос того, как интерпретировать историю. К вопросу нашей темы. Что такое история? Вы как жили ваши отцы-то не знаете? То бишь, я. Вот спросите меня про историю. Я вам такого наврал, что мало не покажется. А мой ровесник почти, Владимир Владимирович, вам другое расскажет. Он вам рассказывает что-то из краснодонского подполья, только в далекой Германии. Кто там улицей крадется, кто в такую ночь не спит. Это Путин как раз. В тот период, когда я шлялся здесь по всяким там ненужным местам, он уже где-то крался. Это другая история. Я вам расскажу историю, так сказать, хиппи. Да, я вам расскажу историю Кольки Арутюнова. Я вам расскажу историю Джаза. Он вам расскажет историю другую. Как мочить в сортире, чтобы потом грязи не было. Он вам расскажет историю что-то близкую с этими самыми подметальщиками. Чистильщиками. Ба, это лучше. Его обучат этому. Ну и скажите мне, кто из нас будет прав? Он со своей гаденькой штазией и замыленным черепом. Или я? Никто. А может быть будет прав тот мой ученик, которого посадили в 10 классе по доносу такого, как Путин, за то, что у него нашли два экземпляра Джорджа Оруэлла на английском языке 1984 и Люха Гельцер. Два экземпляра. Сейчас вы эту книжку найдете в любом магазине. Если вас посадят за это, сам Путин будет выступать за вашу свободу. Хотя тогда он сам, может, и посадил кого по доносу. А может быть история будет написана моим другом отцом Павлом, который в это время так поверовал в Бога, что стал истинным христианином и был вынужден уехать в Швейцарию, потому что здесь такие, как Путин, тут же доносили до него, что они ходят молиться в церковь. Кто из них будет прав? И я вас уверяю, если у нас забрать нас всех, а это всего история, это 30-летние давности, не 300 веков, не 100 веков, не 200 веков, всего 30 лет назад, то мы и то полной картины не создадим. Потому что каждый из нас будет врать по-своему. И у человека, пытающегося создать из этих осколков историю, голова кругом пойдет. Он запутается в том, кто из нас прав. Путин, Колька Арутинов, я или отец Павел? Или Илюха Гельцер? Представляете, катастрофу сознания. Отличник, потрясающий математик, готовится на мехмат, сажает за то, что какая-то сволочь донесла, что у него в квартире два экземпляра Джорджа Орелла. Ну что такое два экземпляра Джорджа Орелла? То даже если их будет 10, 20, 30, ой, какая угроза советской стране. И Илюха Гельцер сидит в тюрьме. Когда выходит, тут же уматывается из этой страны. И делает там себе блестящую карьеру. Кстати сказать, после этого прецедента весь мой класс уехал туда, с которым я был классным руководителем. Как волну их смыло. И классно живут там. А могли бы жить здесь. Да нет, не надо. Тут у нас кто там улицей крадется, кто в такую ночь не спит, победил. Из моего поколения этот тип был самый поганый, самый гаденький. Мы таких людей ненавидели. Помню одна деваха из нашей группы вдруг говорит Кольке о Рутюне. Коля, я после окончания института в большевики пошла. Это значит, она пошла работать в ЛКСМ, комсомола районного. В большевики пошла. Меня, говорит, все презирали. Но как только я получила первый паюк, я сама их презирать начала. Разные были люди. Разные. Еще вам анекдот. Еще одна моя знакомая из моей группы, Зоя Коколосова. Она была валютной проституткой. Филфак закончила. Встречала тут меня как-то, ну, давно-давно, лет 20 уже назад. И говорит, Женя, говорит, я думала, что в мире есть какие-то ценности. Я говорю, Зоя, что с тобой стало? Ты не заболела? Она говорит, я думала, камешки, меха, золото, а сейчас ведь ничего не ценится. И кто из нас лучше напишет эту историю? Зоя Коколосова, Коля Арутюнов, Вовик Путин, Кто? И представьте, какая это будет разношосная история. Какая дикая история. Какой это будет маразм, бред, бессмыслица. Не получите вы никакой картины истории. Это я к чему? Да история, объективность, это несопоставимые вещи. Что бы вам ни говорил господин Смирнов или другие историки. Мы ее, вот здесь я ближе к Успенскому, мы ее воспринимаем историю так, как мы можем ее прочитать и проинтерпретировать через современность. Слушайте, а как же иначе-то? Вы живете в этом времени. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Все, это время, ваш гроб, ваша колыбель и ваш гроб и ничего более. И как вы смотрите одновременно из колыбели и гроба на прошлое? Так, как вам зашоривают глаза ваша колыбель и ваш гроб. Больше ничего вы не увидите. Это время ваших родителей, это время ваше воспитание, ваши прочитанные книги, которые вы успели прочитать, когда вы летите из колыбели в гроб от точки А в точку Б, а жизнь напоминает этот вот полет Боинга 747. Вот что успели, что узнали, и в соответствии с этим вы интерпретируете прошлое, а как же еще? И какими бы умными вы ни были, какими бы проницательными, какими бы начитанными вы ни были, вы все равно будете навязывать прошлому свое я и будете его интерпретировать. А при чем здесь Вальтер Скотт? Все это хорошо, но к Вальтер Скотту не имеет никакого отношения. Вальтер Скотт гений. А почему он гений? Он, понимаете, когда читаешь его романы Айвен Ход, Квентин Дорберт, Роб Рой. Это я вам список литератур даю. Чтобы вы не думали, что это проблемы желудка. Это все названия, ребята, а не бессмысленные звуки. Так вот. Их не так много, исторических романов. Вот вы читаете эти тексты, ну, самый классический Айвенга, и его всегда дает. Вот прочитаете Айвенга, и вы поймете все, что касается исторических романов Вальтер Скотта. Это роман такой, как бы это сказать, модель всех исторических романов. Вальтер Скотт, и не только Вальтер Скотт. По этой модели написана Капитанская дочка, по этой модели написаны романы Виктора Гюго, Собор Парижской Богоматери. Почти все исторические романы написаны по этой модели. Тут, как говорится, нечего к гадалке бегать. Вот когда берешь, читаешь, например, вот самый знаменитый его роман Айвенга. Вот вы сейчас уже этого не испытаете. Почему? Потому что вы сразу попадаете под власть такого старомодного дискурса, долгих, длинных предложений, длинного писательского ряда, какая-то предметность там присутствует и прочее, прочее. Причем это рассказано не современным языком, легким и занятным. И чем отличается современный язык? Он, как у писателя, вот этого идиота Жердяя Быкова, все легко и занятно, все легко и занятно. Он не писатель, ребята, это симулякор. И даже то, что он под 150 килограмм веса, его не сравнивают с Бальзаком. Он много о себе, ну это, понимаете, я уже всегда говорил, занятие книгой дело болезненное, многих людей сводило с ума. Иногда это сумасшествие становится публичным. И тогда говорят, успешный писатель. Он не писатель, ребята. Почему он не писатель, а у него нет, он пишет легко и занятно, вот и все. А легко и занятно писать нельзя, чтобы вам было понятно. Вот кто пишет легко и занятно, это симулякор, это не писатель. Объясняю почему. Если когда-нибудь вы начнете по-настоящему писать, то как вы думаете, вот вы берете иглу, всаживаете себе под ноготь и делаете это легко и занятно. Да еще эстетически это оформляете. Тогда у вас проблема. Значит, у вас нет порога чувствительности, вас надо изолировать от общества, и не позволяете это делать. Потому что у вас нет болевого порога, да? Вы же легко и занятно не будете всаживать себе ногти, под ногти эти самые иголки, а писать это вот это и есть. И легко и занятно это делать нельзя. Но это, как говорится, имеющие уши да слышат. Так вот, сейчас стиль такой, писать легко и занятно. То есть, короче, морочить вам голову, и что якобы появился такой писатель земли русской господин Быков. Я несколько раз, как меня судьба сводила, сталкиваться с ним в разных книжных магазинах. То на молодой гвардии я его встречу, то там еще где-то. Я все время с ним сталкиваюсь нос к носу и всегда вижу, что он смотрит на меня и ждет восхищения. Так заглядывает мне под кепочку и так смотрит. Я восхищен, я узнал великого писателя. Он получит от меня соответствующую реакцию, как вампир. Ну, видя мой потухлый взгляд, выразительный весьма, он сама ориентируется виск, виляя задницей, проходит сквозь стены. И так раздвигающиеся перед ним вели стекольных этих дверей. И так, как фантом такой исчезает. Вы беря Вальтера Скотта в руки поймете, он не пишет легко и занятно. Он пишет занудливо, тягомотно. И вы удивляетесь, и что, вот эта вот история литературы, вот это вот великий роман, да лучше я Быкова прочитаю. Или вот еще одного писателя грузинчика по фамилии Чхарчишвили. Легко и занятно человек пишет. Чем Минаев еще такой, легкий и занятный писатель. А что там великого-то? Вот как эту всю мою болтовню об историческом дискурсе подвести вот к этому самому Вальтеру Скотту? Какое принципиальное открытие он сделал? Я могу вам расписать на раз, два, три весь его алгоритм. Но если вы возьмете алгоритм исторического романа Вальтер Скотта, это все по пунктам. Пункт 1, пункт А, пункт Б и так далее. Я не думаю, что вы создадите роман а-ля Вальтер Скотта. Да, формула есть, но по этой формуле ничего не создашь. Тут какая-то еще штука есть. И вот какая-то штука. Смотрите, что делает Вальтер Скотт. Смотрите, давайте сначала посмотрим, как его открытие, подчеркиваю, гениальное уже проявляется в самой форме. То есть в самой поэтике. Смотрите, какая великая идея. Вы видите, вопрос риторический, не спорьте, особенно девушке, не надо спорить. Я не знаю, в каком состоянии некоторые из вас пришли, в какой степени истерии, а то сейчас, не дай Бог, начнете спорить. Поэтому вопрос риторический, я сразу снимаю с вас необходимость ответа. девушки, я парней не спрашиваю, потому что у них еще армия и тюрьма. Сидит за спиной. Вы все боитесь смерти? Ответ, конечно, только идиот не боится смерти. Люди, мои дорогие, вы хотите как-то снизить этот накал страстей насчет страха смерти? Конечно. Как вы это делаете? Разными симулякрами. Как и у кого есть по-другой, кто какие освоил, такими делаем. В чем принцип успеха Вальтера Скотта? Берешь его роман, а вы представьте себе, нет телевидения, нет писателя Быкова, нет писателя Чхартишвили, и великих других писателей нет, которые пишут легко и занятно. нет этих милых идиотов с пером в руках. И вы остаетесь наедине только с книжкой, которую вам выпускает, пишет Вальтер Скотт, и больше ничего у вас нет, но другие подобные книжки. И все, что вы можете сделать, чтобы избежать страх смерти, вы сидите у камина и читаете эти длинные пространные романы. Что такое 19 век, эпохи королева Виктории? Вот вся эта территория Европы это книжная цивилизация. Знаете, как вот Данилевский пишет в романе «Княжна Тараканова» и говорит, что «Княжна Тараканова харкала кровью, болела чахоткой, не притрагивалась к солдатской каше и к солдатским щам, отчего чахотка у нее только усиливалась, да? Но самое ужасное, что этой изнеженной даме отказали в книгах. Оказывается, что даже сидя и ожидая своего неизбежного приговора, она собиралась развлекать себя чтением книг. Вот она книжная цивилизация. Читали даже перед смертной казнью. Читали даже в последние дни своей затухающей жизни. Читали везде и всюду. Что вам говорит, например, Александр Сергеевич Пушкин, который пишет в своей пародии на родящего путешествия из Москвы в Петербург. Вы тащитесь до одной станции на лошаденке, ждете, когда он переменит лошаденку посвежее. Сколько лошаденка вас провезет? Максимум километров десять. А вы думали, летя в пыли на почтовых? И вот через десять километров вы опять клопов кормите. И он говорит, что отправляясь в долгое путешествие, обязательно надо запастись книгой. И говорит Пушкин, надо обязательно запастись самой скучной книгой, какая есть на свете. Потому что, пишет Пушкин, хорошую книгу вы прочитаете за час, за два. Куда вам деться? В кибирке? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Нет у вас ни мобильников, ничего. Вот только бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И вы берете поскушнее книгу, которую вы будете оскладывать, и вас будут сводить скулы от этой скуки, и вы все равно будете ее читать. И он говорит, ну, самая скучная книжка на свете, это путешествие из Петербурга в Москву родящего. Ее-то я и взял, чтобы читать. Но для забавы, говорит Александр Сергеевич, он большой хулиган был, за что я очень люблю, я ее начал читать не с начала в конец, а с конца в начало, чтобы еще скучнее был. Вот как к книге относились. И как вы думаете, для такого книгачей вот этот вот книжный дискурс будет проблемой, да если он взял бы в руки книжку Быкова, он даже бы не понял, что это такое. Бумага для подтирки или книга. Вы понимаете, такой интеллект и такой уровень чтения, не только он, самый рядовой, он бы эту книжку бы просто вот как нож сквозь масло. Ему было бы ясно сразу с первых страниц, о чем это, кто это за человек, вся его глупость, весь его дебилизм, все его проблемы вплоть до диабета и лишнего веса. Что он ему там, что это за собеседник такой убогий? Их книжки такие по этому самому литературному дискурсу сложные. А вы возьмите любимая книжка Александра Сергеевича Пушкина, Монтэй опыты. Ну почитайте, почитайте. Насколько вас хватит? А он их читает да не один раз. Это его любимая книжка. Видите какой-то сложный дискурс он осваивает? Время такое, скорость такая, движение по жизни иная. Все медленно делается. А человеку не надо бежать на работу, ему не надо смотреть на часы, чтобы успеть в метро, чтобы еще куда-то. В лучшем случае он просыпается к часу дня, потом опять засыпает. когда Крылова спрашивает, что же ты так своей головой грязной все обои испачкал? Крылов лентяй жуткий! Великий баснописец, который просыпается только для того, чтобы поехать в огорный дом и проиграть все, что он даже не пускает в некоторые города, потому что он болеет игроманией крылом. И поэтому ему лучше, как Обломову, сидеть дома, и у него жирное пятно вот здесь вот на обоях, потому что он любит вот так чесать головой, который он не моет, как ваш историк Смирнов. И когда ему говорят, ну ты хоть бы закрасил бы эти обои, он смотрит на это и классно повторяет, не накрасишься. Вот тип жизни этих людей. А как они живут? Они живут очень мало. Вот я с ужасом думаю, насколько я старше Пушкина. Я с ужасом думаю, какой вообще мальчишка сопливый Лермонтов. Он возраст моего сына почти. Я с ужасом думаю, насколько я старше Гоголя. Насколько я старше Чехова. Я подбираюсь уже к возрасту Некрасова, Салтыкова, Щедрина. Один Толстой впереди. 80 лет. В этом смысле я могу сказать, я себя под Толстым чищу все называют. Вот сколько люди живут. Но не лечат их. Понятия гипертонии для них не существует. Они даже не знают, как сбавлять давление. У них нет ни лекарств, ничего. Они умирают от апоплектического удара. Считай, обычный инсульт рядовой. Для них это все такая норма неожиданная смерть. Они не понимают, не диагностируют ничего. Они не знают, что такое диабет. Они не знают, что такое простаты. Они ничего этого не знают. Им не говорят каждый раз по радио о том, что появилась новая добавка, которая избавит вас от всех болезней. А еще есть одна такая штука. Если поводишь, где болит, сразу станешь молодым, здоровым. И все женщины у твоих ног. Слава Богу, они свободны от этих глупостей. Они живут со своими болезнями, со своей старостью, со своими страхами. И вдруг появляется Вальтер Скотт. Он вляпывается в эту ситуацию с одной простой вещью. Он не говорит это впрямую, но каждый берет его книжку и поражен. Вот это да! Вот это открытие! И мне бы так. И знаете, что происходит? Я пока вас интригую. И знаете, что происходит? Во всех странах начинают думать, а может быть у нас в стране родится свой Вальтер Скотт. И начинается гонка. В какой стране появится свой Вальтер Скотт? это так всех поразило после Айвенха, что все решили, мы так же вот все лучшие писатели той или иной страны, той или иной нации создадут свой роман а-ля Вальтер Скотт. Вы думаете, первый был Пушкин? Нет. Пушкин, понимаете, как великий писатель, в отличие от Быкова, да, все делал как штучный товар. Он вот понял модель Вальтер Скотта, разобрал ее и создавал свою, а его модель это капитанская дочка, вот капитанская дочка это Айвенха. Он создавал ее так медленно, так штучно, что получился шедевр. А перед ним были коммерческие писатели, такие, например, как Заглоскин, такие, например, как Фадей Булгарин, который на самом деле думали, такие, например, как Бестужев Марлинский, которые на самом деле думали, ну бог с ним, с Пушкиным, пусть себе плетет какие-то варева, мы вот сейчас плетем свои романы а-ля Вальтер Скотт и получим читателя, и получили читателя, и вот начинает гнать свой роман а-ля Вальтер Скотт, кто? Заглоскин, его знаменитый роман Юрий Милославский или Русский в 1612 году, это Айвенга, или, например, второй писатель, это Фадей Булгарин, который гонит свой роман а-ля Вальтер Скотт под названием как его Дмитрий Самозванец кто он назвал? Дмитрий или как? Дмитрий Самозванец он даже сюжет ворует у Пушкина потому что ему как цензору отдают на рецензию великую трагедию Пушкина Борис Годунов и он понимает что здесь все есть для Вальтер Скотта это понимает даже царь Николай Первый который является личным другом Вальтера Скотта романы Вальтера Скотта они нуждаются в переводе в лучшем случае их переводят на французский но все фрейлины государя знают и французский и английский все зачитываются его собственная супруга зачитывается этими романами он их читает это событие читают лакеи которые грамотные на русском языке читают фрейлины которые могут читать в оригинале читают государь и сам Вальтер Скотт пишет оду посвященную Николаю Первому когда тот приезжает в Россию это его личный друг вообще-то Вальтер Скотт получает в результате вот этого открытия исторического романа немного не мало он становится сэром Вальтером Скотта он становится лордом вы не представляете что это было для шотландцев вот вот шотландская культура шотландской литературы его называют шотландским чародеем я пока вас интригую и вот в России идет спор кто первый к финишу бегут как минимум четыре писателя первый прибегает к финишу Загоскин он выпускает самый первый свой роман Юрий Милославский вы о нем что-то слышали вы ни хрена не читали потому что вы не читали а вы о нем что-то слышали потому что все вы так или иначе знакомы с пьесой ревизор Гоголя когда Христакова спрашивает если вы писатель то что вы написали он говорит Юрий Милославский это вы написали Юрия Милославского восторгается жена Городничева по фамилии Сквозник Мухановский если вы знаете текст ребят я не спрашиваю потому что боюсь ответа не пугайте меня на ночь глядя завтра все-таки суббота хочется выспаться что отвечает ей дочка которая хочет сманить на себя Христакова а я маменька слыхала что Юрия Милославского написал господин Загозкин стерва начитанная дрянь такая неловкая пауза Христаков выходит гениально из этой паузы он говорит ну я другого написал того-то конечно господин Загозкин а я другого написал а наверное я другого ты читала представляете какая популярность этого романа вы думаете что это Гоголь придумал такую смешную фамилию господин Загозкин а это реальность вам передается его читают все это русский Вальтер скот тираж знаете какой 2 2000 экземпляров вы скажите какая мелочевка 2000 экземпляров переводя на современную ситуацию это 2 миллиона тираж потому что в России читающей публики вы больше чем там 5 или 10 тысяч вообще не найдете 70% населения крестьяне которые вообще грамоти не знают и поэтому все грамотное население только в больших городах и вот по этим большим городам распространяется тираж в 2000 экземпляров Юрия Милославский или России в 1612 году этот роман построен по всем лекалам Айвенга Вальтер Скотт ну так здорово и у нас оказывается своя история что все думают ах ой как мы англичанам задали как левша который подковал блоху а теперь вот наш писатель и на этом фоне когда уже все сливки слезнули появление капитанской дочки кажется очень скромным вообще Пушкин к концу своей жизни разорен его мало кто читает даже Белинский считает его неудачником Белинский считает что пик популярности Пушкина совершенно справедливо прошел после Евгения Негина что его сейчас никто не читает он осуждает прозу Пушкина хотя это великое открытие потому что честно вам скажу Белинский не так уж крут как он о себе заявляет он много глупостей наговорил и много дуростей запустил в интерпретацию того же Пушкина и великой русской литературы ну да бог с ним пусть кости вылежат спокойно вот даже Белинский не понимает того что сделал и поэтому конечно Загозкин и поэтому конечно Фадей Булгарин и поэтому другие перебивают вот эту вот пальму первенства быть русским Вальтер Скоттом а вы думаете нет итальянского Вальтер Скотта наивно это Монзони и его знаменитый роман Обрученные а как вы можете узнать про этот роман ну вы же ведь наверняка хотя бы слыхали о таком романе Умберто Эка как имя Розы так вот имя Розы по своему дискурсу это пересказанный роман Монзони Обрученные написанный по всем лекалам Айвенха Вальтер Скотта а вы думаете немецкого нет Вальтер Скотта французского нет Вальтер Скотта да сколько хочешь включая самого Виктора Гюго Виньи и прочее прочее пока все понятно пока все понятно продолжаем дальше что же ты там за вот самое главное что же ты там за приемочек такой что же ты за приемочек такой открыл Вальтер Скотта может быть может быть чего тебе рассказывай про прошлое интерпретируй это прошлое придумай всякий сюжет и вот тебе все встанет на свои места я говорил я говорил вам про бессмертие вот там заложен этот секрет бессмертия в чем он проявляется в одной простой вещи вспомните свое детство золотое как говорил в известной юмореске Райкин волшебной силы искусства когда вливал в трусы хаму чайник с холодной водой ну вспомни свое детство золотое так вот вспомните свое детство золотое вы все время боялись взрослого страшного мира эти страхи формировали ваше сознание ваше бонуси и вы хотели быть самым маленьким самым незаметным чтобы никто вас не увидел чтобы никто вас не услышал и чтобы все эти ужасы и все эти страхи пронеслись у вас над головой эффект Вальтера Скотта заключается в том что он делает своего читателя мухой которая сидит на потолке где происходят самые страшные исторические события вы муха на потолке а при чем здесь залог бессмертия вы как будто по рекорнации оказываетесь в той жизни которая вам не принадлежит которая принадлежит вашим далеким предкам кости которых уже давно сгнили в могиле вам дают в компенсацию вашего страха смерти возможность путешествовать в прошлое и путешествовать безнаказанно кто заметит вас муху на потолке и вы свидетели как писались в основном исторические произведения до Вальтера Скотта с позиции исторического лица с позиции исторического деятеля вы можете себя если вы конечно не параноик я сразу это оговариваю потому что вы можете тут подняться в лес рук и сказать да потому что в каждом сумасшедшем доме по десятку наполеонов и других исторических деятелей если вы нормальный вы можете себя сидентифицировать с наполеоном с Ричардом Львиное Сердце с Екатериной Второй с Пугачевым ну если вы нормальный нет вы же понимаете эту дистанцию ну какой вы Ричард Львиное Сердце нет конечно еще раз говорю если вы не страдаете патологией под названием ну не будем называть диагнозы их много значит любой рассказ от исторического лица будет не вашим рассказом значит этот рассказ будет вам чужд если он будет вам чужд это будет чужая история не ваша вспомните с чего я начал свою лекцию а нет никакой реальной истории дети мои а если она есть то пусть ее рассказывает Вовик Путин кто там улицей крадется он вам тующие истории этот идиот расскажет сейчас уже у нас этот самый ну как его который МЧС самый главный заявил в газете что надо сажать в тюрьму всех кто будет сомневаться в победе советского народа в войне славный силовой прием история превращается в какое-то соревнование кто кого на татами быстрее бросит а я бы сказал надо сажать в тюрьму всех тех кто всерьез будет воспринимать высказывания этих идиотов потому что это симулякры это пустышки они даже не оставят плевка в этой истории даже плевка не оставят потому что они так ничтожны в сравнении с любым историческим персонажем что не им вообще говорит про историю и заботится о ней она о них побеспокоится так вот просто забыв так вот смотрите какая штука а если нет этой самой истории какой факт извините меня в истории является абсолютным любой факт любую дату можно подвергнуть вы не представляете такому сомнению что вы еще сто раз задумаетесь вообще так ли было и то ли это было как говорил великий лосев перед смертью когда оставлял свое завещание меня учили писал он в предсмертном своем слове что есть только факты что факты упрямая вещь что ничего нет кроме фактов ерунда пишет умирающий 94-летний лосев в 88-м году накануне тысячелетия крещения руси ерунда пишет он есть только общности а факты лишь слабое отражение этих общностей а дальше этот умирающий старик вдруг поражает меня тем что он пишет самое интересное то что все ожидают в этом зале и одна из этих общностей любовь вот вам история как написаны все романы Вальтера Скотта всегда есть тетка всегда есть дядька и они всегда влюблены друг друга а все остальное что называется историей только шаферы на их свадьбе которая обязательно состоится в конце вот вам Маша Миронова вот вам Петруша Гринев вот вам Пугачев вот вам Екатерина и они всего лишь посаженный отец и посаженная мать на свадьбе двух главных героев одному 16 лет другой еще меньше вот вам Айвенха вот вам Леди Равена и посаженными на этой свадьбе будут Ричард Львиное сердце кто им будет еще помогать Робин Гуд и все исторические персонажи уйдут в тень почему потому что это история записанная мухой сидящей на потолке то есть вами на чем строится обычная жизнь обычного обывателя Любов об этом все песни включая даже сумасшедшую Алборисовну она на этом видите какие бабки заработала а всего-то ПТУшница просто ори громче пой веселее и будь наглее у ее дочки по фамилии Арпакайтор не очень это получается архитекты потому что в ней есть какой-то эстонский компонент хоть какой-то элемент интеллигентности записался а у этой ни хрена поэтому только рожа только рот и как любовь похожая на сон но как бы критически я к этому не относился это составляющего каждого из нас смотрите какой мощный архетип муха на потолке но и одной там неуютно ей нужна муха противоположного пола чтобы там как-то вот вместе зырить на все и все романы Вальтера Скотта это всегда мелодраматический сюжет а теперь давайте переходим к сухой схеме всегда мелодраматический сюжет всегда он и она нет ни одного романа Вальтера Скотта где бы не было мелодрамы второе всегда главными героями будут люди не названные историей то есть вы то есть обыватели которые оказались в состоянии мухи на потолке почему простой и ясный психологический механизм идентификация с героем если вы нормальный вы не будете идентифицировать себя с Наполеоном если вы нормальный вы не будете идентифицировать себя с Ричардом Львиного сердца а вот Сайвенхас идентифицируете это лох какой-то он совершенно не героичный все принципиальные персонажи Вальтера Скотта все в начале романа немножко что-то поделают потом шлеп на койку раненые и лежат себе весь роман наблюдают и как он шлепнулся в койку так и она шлепнулась в койку или попала куда-нибудь в окружение врагов наблюдают они бездействуют они пассивны а вокруг них начинается суета и в эту суету задействованы и главные герои и принципиальные исторические персонажи и выдуманные исторические персонажи почему ну это и есть история по они как будто все сходят с ума чтобы либо помешать этой свадьбе либо соединить этих двух мух застрявших на потолке и получаете смотрите какой мощный потрясающий пафос история для вас а не вы для истории ну кому это будет не комплиментом ну кто это будет читать не без интереса а почему это одна из интереснейших панацей против страха смерти а потому что значит ваша жизнь не укладывается только в дату указанную на могиле вы жили тогда вы часть истории вас просто не заметили а вы все видели а вы все знаете вы безмолвный свидетель всех происходящих событий и ваша жизнь расширяется до уровня границ истории Англии истории России истории Италии истории Европы это же путешествие во время а как вот встраивается это путешествие во время и так что мы поняли мы поняли что всегда будут герои неназванные истории второе мы поняли всегда будет мелодраматический сюжет это очень архаично это очень мифологично и это очень просто и понятно любому человеку дальше архаично мифологично не разбираясь сейчас не надо прочитайте книжку какому-нибудь Ауэрбаха и все он вам лучше разберет дальше что важно а важно следующее это то что всегда вам история будет показана в переломный момент и вы оказываетесь вот в этом время перемен потому что именно тогда происходят самые важные драматические моменты что еще важно а вас будут погружать в эту стереоскопию каким образом вот то что будет у Вальтера Скотта прежде всего он будет описывать вам эту историю через детали через мелочь вот смотрите как начинается аренка вам показывают сразу стоит какой-то странный персонаж с ним другой персонаж и у одного из персонажей вот здесь вот ошейник и тут написано собственность Цедрика Сакса вы никогда этого не знали вы никогда этого не понимали это узнал для вас Вальтер Скотт он проделал целую археологию узнал как выглядел шут в это время как он одет до мелочей что это такое это компьютерная технология где вам вообще-то говоря предлагают вот вам детали вот вам вид вот вам погружение вот вам виртуальная реальность вот вам история вы видите эту надпись собственность Цедрика Сакса и вы живете в свободной Англии эпохи королевы Виктории и понимаете что так не всегда было вы входите в этот самый замок Ледеравен и видите что там нет стекол потому что стекла он знает и забытует позднее что это все ковры что там холод что это вообще паншатник и вы ощущаете эту историю шкурой кожей телом муха которая оказываетесь на потолке и сразу ощущаете все метеорологические условия все материальные условия этого мира абсолютное погружение в то что называется историю естественно это мир Лальтероскор который вот здесь вот реально это всего лишь история но никто так ее не описывает это все вот здесь я чтобы Продолжение следует...